Новогодние чудеса из старых игрушек и вторсырья шьет жительница Краганды. Необычное рукоделие Татьяны Красновой дарит вторую жизнь выброшенным на мусорку плюшевым зайцам и медведям. На процесс изготовления уникальных игрушек посмотрел наш корреспондент Вера Шиллер. Их нужно будет все перебрать. Новая партия выброшенных игрушек прибыла в дом к Татьяне Красновой как раз к новогодним праздникам. Сейчас это еще не те зайчики и медведи, которым будет рад любой ребенок. Игрушки грязные, у некоторых даже нет лап. Вместе с 8-летней дочерью куча добра сначала перебирается и отправляется в стирку, а после уже начинается самое интересное. Игрушки реставрируют, кого-то даже перешивают, и они обретают вторую жизнь. Цель была именно в том, чтобы дать вторую жизнь игрушкам, чтобы они не валялись где-то в квартире, допустим, дома, ненужные, не собирали пыль или вот их выбрасывают очень часто. Игрушки, которые подходят для кукольного театра по размеру, они используются в создании самого кукольного театра, как сегодня все увидели. А те, которые по размеру или по своей структуре не соответствуют, мы приводим в порядок. Выброшенные игрушки Татьяне поставляют в заводы по переработке мусора. К предстоящим праздникам Карагандинка готовит серию сказочных героев для новогоднего спектакля. На столе снеговик Василий и дракон Гоша – символ предстоящего года. Ну все, голова сейчас готова, она на месте. Теперь нужно будет доставить немного синтепона, чтобы было удобно использовать в процессе. Игрушка приобрела форму. Наша задача теперь сделать декор. В данном случае мы используем шарфик, который, кстати, от самой игрушки остался. Каждой игрушке прикрепляется специальная бирка – личный бренд Татьяны. По ней ребенок узнает, что его новый плюшевый друг дружит с экологией. Игрушки бесплатно целыми партиями отправляются в качестве подарков детям, участвующим в соревнованиях и различных конкурсах. Вот такие игрушки получились. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Любите друг друга. Вера Шиллер, Тулеген Рашидов, телеканал «Атамикен Бизнес».